Все возможные градостроительные ошибки сконцентрировались в московском транспортном узле. С таким мнением сегодня выступил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в Москве не хватает миллионов парковочных мест и развязок. Зато слишком много торговых центров, построенных со всевозможными нарушениями. Наш корреспондент Ольга Скобеева проехалась по столичным улицам и выяснила, какие из них стоят. Только по официальным данным в Москве 3 миллиона 850 тысяч автомобилей. Это при том, что ежегодно на учет ставят еще в среднем по 400 тысяч машин. 600 тысяч автовладельцев все-таки пользуются парковками и стоянками. 314 тысяч оставляют машины в гаражах, все остальные паркуются, где придется. Дефицит – это почти 2,5 миллиона машин и мест. Обочины и тротуары в итоге забиты, по городу не проехать. Так выглядит почти любая московская улица. На правде, например, паркуются в три ряда бесплатно, но в то же время ужасно неудобно. Официальной парковки здесь нет, но есть эта огороженная сеткой, вечно пустая площадка. Чья она и почему туда не проехать, на самодельном заборе не написали. Час остановки здесь стоит 100 рублей. Во дворах именно там оставляют машины те, кто не поместился на правде. В итоге давка. Отходить машину, ставить где попало. А что я могу сделать? У меня машины нет, я без транспорта. Ставить машины вдоль дороги, а уж тем более на тротуаре, запрещено на Тверской. Уже неделю здесь круглосуточно дежурят эвакуаторы. У Тимирязевской эвакуаторы не дежурят, потому запрещающие парковку знаки автомобилисты демонстративно не замечают. Пешеходную дорожку, заставленную машинами, люди обходят по газону. Мы по проезжей части ходим, особенно вечно, потому что машина занимает весь тротуар. По машинам самое логичное. Сделать им на стилку, мы ходим по машинам. Но парковаться здесь в любом случае негде. Ближайшая официальная парковка на Войковской принадлежит торговому центру и постоянно пустует. 1974 свободных места в первую очередь из-за цены. Любая остановка 100 рублей. Также пусто и в центре столицы. 100 рублей в час обойдется парковка на подземной стоянке Ридс-Карлтона. Столько же 100 рублей на час остановиться у гостиницы «Метрополь». Часовая стоянка на многоуровневой парковке под Манежной площадью рекордные 140 рублей в час. На Ильинке напротив гостиного двора цена подземного паркинга уже 200 рублей ежечасто. Все градостроительные ошибки в мире, которые только можно было собрать, мы собрали и сконцентрировали в нашем московском транспортном возле. Речь в том числе об отсутствии нормальных парковок. Решение в кратчайшие сроки, но до конца, правда, непонятно какие, возвести 200 комплексов для стоянок в принципе уже существует. Но идея, как выясняется, невероятно дорогая. Конкретных цифр на Международном дорожном конгрессе Собянин не называет, но речь о сотнях миллиардов рублей. Мэр обращается к инвесторам, но платить будут и автовладельцы. Мы считаем, что машина, на которой мы ездим, должна стоить столько, сколько она стоит в магазине. И не рублем больше. В большинстве стран это не так. Покупая машину, ты должен знать, что ты должен купить паркинг или парковочное место возле своего дома, которое по стоимости стоит столько же, а порой и значительно дороже. Впрочем, немыслимые парковочные цены сегодня все же понизили. Но только на время владельцы московских стоянок после переговоров с московским правительством добровольно, как утверждают сами, делают новогодние 50-процентные скидки. Акция действует полтора месяца. Целый ряд предпринимательских структур, в том числе отель Рицкартон, вышел с такой рождественской инициативой или с рождественской акцией. Они снизили стоимость парковки. Эта акция началась фактически со вчерашнего дня. Что будет дальше, еще не придумали. Самые оригинальные борцы с пробками вновь заговорили о подводных парковках. От комментариев, московский генплан отказывается, но известно, паркингов должно быть 25. Первые два проекта под Раушской и Фрунзенской набережными уже готовы. Сколько стоит стоянка под водой, не сообщается. В 2005-м от этой идеи отказались. Именно из-за цены. Ольга Скобеева, Александр Пупков, Ольга Медведева и Георгий Крылов. Вести.